итак друзья всем привет сегодня у нас эфир о психосоматике и поговорим о результате консультации есть результаты нету мы ждем константина я пока напишу название и вы можете задавать свои вопросы и ответим тоже так кости привет так добавляем здравый вечер тут поменялось просто этот момент входа отправить запросы я пока разобрался что он поменялся я тоже хотел тебе добавить а смотрю нет такой опции то есть я теперь не могу тебе предложить не может там плюсик нажать и ты можешь отправить мне запрос в общем но не суть важно видишь мы тут два таких тиранозавра которые вылезли в современные соцсети попробуем пообщаться на интересующую всех тему главное не свалиться в рекламу моего курса с надей и вернее мы можем да у нас он просто идет сейчас и и еще не свалиться параллельно в конструктивный скепсис относительно других в общем у нас мы идем по тонкой грани по тонкой грани это вот я думаю что мы попробуем пройти по этому курсу в смысле по этому курсу видишь я уже все равно заговорил так вот курс курс уже идет так вот хорошо приходите к нам на корпус по гнм тогда что-то поймете я когда готовился к эфиру ну как готовился я вспоминал было много рефлексии как я сам в этом ряпался да и я расскажу интересно как это модно говорить кейс когда у меня был конфликт я думаю что здесь все специалисты так или иначе поэтому что-то у меня было спазм гортани в общем то ну ты помнишь пару лет назад и история была в том что конфликт насколько я помню был решен но я старательно продолжал пытаться что-то найти что-то откопать и таким образом получается что я делал я постоянно свою психику нагружал и свои психику ставил задачку что мне надо что-то решить так бывает что же делать что же делать то есть получается что я здесь перебью мне просто ну так ярко это отыграло коллега долго там возился со своими вопросами запросами в итоге там узнал у у нади узнал где сделать кт как его расшифровать сделал кт ему там все рассказали и через какое-то время он такой блин у меня похоже решился конфликт там ну не будем говорить какой чтобы там лишних не не на матовый тюдочек и он такой а а как же он же самостоятельно решился что же делать а что же он не вернется или вернется а что же делать а вот у меня сейчас симптомы появились а а как а как я такой слушай что-то засуетился чашу написано ты уже это десять раз там проходил знает решался конфликт у тебя есть подтверждение на кт что он был у тебя есть сейчас симптоматика и которая должна быть при решении этого конфликта что ты засуетился то он такой ну да можно же просто жить и радоваться можно вот это можно жить и радоваться по моему большинство просто исключено как в парадигме я уже смеялся сегодня там мы разговаривали что большинство психологов такого типа ну и в смысле такого там какого то искребленного у кого не получается они ведут себя как врачи да я мы смеемся над этим что врачи ищут болезнь патологию и напугать клиента иначе ну пациента иначе он не будет лечиться психологи же ведут часто ну зачастую точно так же они ищут патологию ищут какие-то деструктивные моменты вместо того чтобы все время искать счастье и здоровье но нет этого в парадигме даже психотерапевтическое что говорите медицинское не ищите патологию то найдете да тоже любят фразу стила остеопаты там приводить ну и те кто с телом работает о том что болезнь это найти может каждый вы найдите здоровье этот момент же очень он он ключевой ключевой в том смысле что люди все время ищут что с ними что-то ненормально вот я думаю что у нас такой красной нитью будет сегодня это проходить потому что если не получается то человек либо не верит что его тело способно на изменения и что его тело не враг ему либо не понял теории все равно остается в медицинской парадигме где нужно найти ну что не бывает здоровых бывают недообследованы и это конечно ловушка во многом особенно в понимании гнм которая переворачивает допустим ну там мировоззрение на многие вещи вот как как не как смириться с тем что в порядке знаешь главный вопрос да я в списке из восьми пунктов написал почему не получается да там почему там психологи зачастую почему хаммер был против там психологов гипнотерапевтов и а биорезонанс еще что-то он прямо говорил это вообще такого там в сторону да почему потому что ну вот это психологизация два момента входных я думаю что здесь играет роль но я их написал как пункты но они такие точки точки сборки да то точки входа в систему первый человек не может избавиться от условного знания в своем мировосприятии то есть все что ну все об этом говорят от черниговская там не знаю савельев ну там еще кто-нибудь там дубынь допустим о том что если мы что-то узнали мы хочешь не хочешь это включаем в мировоззрение когда что-то рассматривать даже если мы считаем это второстепенным даже если мы сейчас там не выводим на первый план это не может избавиться психика мы можем это разбавить мы можем это сознательно выключить из анализа но здесь вторая параллельная реальность появляется сознание то у нас включено там один процент к ста бессознательным процессом ну в том смысле что автоматическим психическим и здесь надо усилия приложить сказать стопа чего я испугался да и это первая ловушка вторая ловушка конечно психологизация потому что мы настолько уже далеки от природы в том смысле естественного проживания жизни ну и здесь я не не с той позиции что такой надо к земле поближе привыкать да и ходить там обязательно вот так или так и делать ритуалы какие-то это хорошо во многом но мы вернемся к тому эфиру нашему веселому вспоминаю сейчас не об этом о том что мы все смотрим сквозь социальную социальное выживание а это безусловно приводит к искажению самый частый пример это вот ну вопросы мы с тобой как специалисты можем да об этом спокойно говорить о том что там желудок да там мы знаем что там есть разные типы конфликтов да не говоря уже там все про ткани про процесс но если к психологу прийти сказать у меня болит желудок ну или там у меня с желудком мне врач сказал что у меня желудок не в норме первое что ты не можешь съесть да а это же ну ни о чем переварить еще можно добавить ну да что ты не можешь переварить да ну там что ты не можешь переварить да скорее всего психолог скажет я просто стараюсь отдаляться от психологических этих моментов и для меня уже даже такие метафоры они ну не ложатся ну то есть по сути же этот вопрос он отметает внутреннюю реальность клиента и мы сразу же таким прицельно подсвечиваем лучом конкретику которая может вообще не иметь отношения к данному запросу ну и обычно если мы говорим что нет результата значит он не имеет отношения к этому да то есть мы куда то просто в другую степь где запускаем принудительное мышление за счет может быть авторитета специалиста за счет испуга клиента скорее всего здесь играет роль не авторитет а эта ведомость появляется мы же понимаем что принудительное мышление то о чем я уже сказал выключает анализ выключает сознательную деятельность биология выходит на первый план психические процессы автоматические мне нужно срочно все вернуть так как было до и по многим причинам и ну это отдельно вообще можно на эту тему целый там эфир тоже там устроить но я к тому что вот эта попытка для психологии безопасность для психики безопасность это повторяемость и она из этого же много вытекает она ищет вернее повторяют стратегии чтобы выжить она ищет узнаваемость в том что у тебя уже произошло новое для нее неприемлемо оно пугающее оно пытается вернуть все взад а там уже места нет а в заду места нет там жизнь-то уже шаг вперед сделала и вопрос ловушки очень большой поэтому если нет результата обязательно надо включить анализ но опять же анализ мы можем включить на собственные осведомленности у нас не должно быть паники мы должны столкнуться со специалистом который хоть что-то понял из ГНМ хоть что-то кроме ну вот нам про эту популярную недалеком прошлом школу которую участниками которой мы были я не знаю как какие у тебя взаимоотношения у меня сейчас там нет никаких и вопрос там приходит специалист я училась да я учила ГНМ у кого и перечисляют всех специалистов этой школы но там же не про ГНМ в большинстве это случаев кроме но отдельного курса и вопрос да даже к нам на курс сейчас пришли опять ну реклама курса но поскольку он идет уже да там набора нет такая это прогрев к следующему да это прогрев к следующему мы специально ну я скажу пару слов да у нас просто две части вторая часть констелляции нам ну вот Кость ты же меня знаешь я же училась там вот там-то там-то да там вот этот я же учила ГНМ можно я тебе сразу на курс по констелляции нельзя потому что мне нужно чтобы вы сделали домашнее задание по первой части чтобы я понял что вы хоть что-то поняли потому что народ блин в домашнее задание пишет там глаза на лоб лезут хотя он вроде как этим занимается пять лет уже поэтому конечно обман и вот этот еще уловка я тут нет уже про другое про фазу восстановления что ничего не надо делать да выучили вот эти два момента что есть фаза конфликта и фаза восстановления и начинают бегать вокруг да около ничего делать не надо а сейчас вот слушательница говорит вот там у мамы остыд да и мы знаем что там определенное сочетание дает еще что-то но есть основной диагноз который явно по симптомам не решен и асцит может говорить о фазе восстановления для определенных тканей и парасиндром а то что основной конфликт не решен и там вся симптоматика нерешенного конфликта это убегает и специалист же что он смотрит только специалист он или нет это это такой вопрос очень очень скользкий ты вот как думаешь мне давай может быть мы от какого-то от какой-то позиции начнем обсуждение потому что мы в любом случае придем ну к какому-то выводу я могу у меня есть несколько кстати вот моментов я вот так вот накидывал варианты ну то есть почему например может не быть результата да какие есть моменты мы там начали обсуждать с тобой и я тут еще делал пометки сейчас ну вот самое банальное мы с тобой это обсуждали что когда проблема вообще не относится к сфере психики и тела когда это внешние причины как у ребенка отравление просто действительно не биологически то что называется не биологические причины да то есть какие-то внешние которые просто по какой-то причине можем не учитывать то есть мы не выяснили до конца контекст в котором человек живет что он там делает не делает и получается что мы можем пытаться что-то найти мы хотим да прости я вот сейчас прям хочу дополнить такой момент просто он актуальный сейчас у меня там в общении со знакомыми о том что у ребенка там появилась какая-то симптоматика его начали не лекарствами а БАДами лечить ну потому что ну БАДы же во-первых не лекарства во-вторых они там какие-то сверх мудрые китайские оказались вот ну понятно китайцы же бизнесом не занимаются они же чистый чистый альтруизм да в этой сфере вот короче пичкают его этими БАДами симптоматика не уходит плюс появляются явные симптомы интоксикации что-то у нас не решается вопрос вообще непонятно ходим вокруг да около а это уже это же склошь и рядом интоксикации особенно детского организма да там ему чайную ложку чего-нибудь дал а потом полгода восстанавливать его организм до нормы да но мы же будем эти полгода замыливать и говорить а где же там психосоматический это вопрос я обожаю этот пример когда вот у меня там знакомая звонит в панике там дочку рвет что там я не могу решить да оказалось что дочка просто там какое-то комнатное растение съела оно не очень-то для организма ну не напрямую ядовито хотя их полно на самом деле комнатных растений ядовитых да ну скажем так мало пригод для пищи да я тут зашел в магазин и там продают вот эти весенние распродажи да там растений и просто читаешь и открывай википедии или там что-то в яндексе не знаю это растения да первое написано растение ядовитые домашние это кстати интересно это отдельная тема почему домашние растения ядовиты по какой причине это явно хозяин который его покупает у него есть нерешенные конфликты в родовой системе ну в общем скорее всего бессознательно просто вот да грибов нет приходится покупать мухомор мухоморы недоступны поэтому покупают вот такие ага и кстати раз ты затронул тему про родителей детей там уже есть еще такой момент о котором тоже стоит проговорить особенно когда ребенку уже не год не два не три даже не семь а лет тринадцать у него какие-нибудь проблемы со здоровьем искривление уже знаешь функциональный то есть уже какой-то лордоз кифоз какой-то терминальный и звучит фраза что мне сказали что мне нужно прорабатывать себя что ей нужно прорабатывать себя и что проблема ну то есть в ней и пока там она не решит вот это все то вот результата не будет да то есть негативные решения закрытые прям да и вот много всего и вот может быть здесь тоже стоит проговорить про вот этот момент это же часто бывает такое что так мне нужно у ребенка что-то мне нужно что-то вот себе потому что ну проблемы здесь видишь вот я я люблю повторять эту фразу что полуправда хуже лжи да то есть мы отчасти и правда и правда есть в этом смысле что система все равно влияет на подростка который отчасти зависим ну и в большей части во многом в нашей комфортной жизни зависим от родителей и безусловно он должен деформировать деформировать себя под эту систему чтобы выжить и в биологическом плане тоже да то есть мы там знаем про констелляции про какие-то реакции про ограничения про биологический конфликт но и это полуправда искажается ложь ну потому что у человека отпадает я я вот блин я не знаю как какими буквами это надо написать как каленым железом это выжигать у людей чтобы они поняли что без анализа без сознательной работы без вот здравого смысла то что называется большинство проблем не решаются сами по себе не решаются потому что я говорю психика это взгляд в прошлое в прошлый опыт а нам нужно чтобы выжить по-новому и это конечно вот полуправда отключает анализ да говорят что ты должен это проблема там мамина да мама там но мы забываем все время основной посыл ГНМ что биологический конфликт это конфликт для физического тела в существующей реальности биологический конфликт это это конфликт проблема невозможность решить потребность для меня сейчас в этом физическом воплощении безусловно я как психолог могу тоже же всяких рассказать и былиц и не былиц да то есть ну в том плане что там занимаясь гипнозом я могу рассказать такие сказочные вещи но я их никогда не беру за основу в рассказах про ГНМ потому что конфликт здесь и сейчас для биологического тела если симптоматика продолжает если она актуальна то это сейчас тело реагирует сейчас физическое тело с этим конфликтом сталкивается на треках на активации там на повторах ситуации еще что то но здесь и сейчас а это ну психологу же легче я же здесь тоже шутка такая что психотерапия терапия давно превратилась в бизнес-модель а в бизнес-модели работает тот же маркетинг что и во всех остальных продажах обещай больше чем ты можешь сделать и здесь безусловно чем дальше ты за грань проверяемого выходишь чем дальше ты из конкуренции реальной выходишь тем успешней ты в финансовом плане ну то есть тебя проверить нельзя ты можешь рассказать там больше и больше не были но человеку важно и почему я настаиваю на том чтобы люди изучали ГНМ самостоятельно ну в смысле там не важно на курсах или еще где-то но чтобы когда я пришел к терапевту я понимал где он мне льет воду в уши а где он мне ну реально говорит сюда покопаем чтобы я сам примерно понимал в каком направлении двигаться потому что там нету адаптационного какого-то механизма такого да да понятно что психолог может очень много сделать показать здоровую стратегию к изменениям действий но это же как врач врач что-то тоже иногда знает да но я прихожу к нему и я перекладываю на него ответственность это кстати вот один из пунктов который я написал почему к психосоматической терапии относится просто относится как к медицине с посылом сделайте мне ну то есть мы пришли в медицину да мне говорят сделайте мне чтобы меня там не болело двигалось там не отваливалось сделайте мне то есть на ком-то ответственность и в гнм ну или там психосоматике этот фактор тоже работает если я прихожу к терапевту я говорю сделай мне чтобы у меня не было угу не будет у меня результата ну потому что это я должен там поменять что-то и это вот один из моментов которые да я я писал писал то есть для себя ну ну кстати сюда можно отнести тогда еще заодно проговорить про вот если мы говорим про активную фазу и про что надо конфликт решить и что конфликт вроде как там в ходе консультации решается но потом опять актуализируется ну то есть там прошла неделя и опять те же грабли да и вот тут вопрос вот эта неделя которая была там без симптомов без симптомов и вот здесь же здесь же важно правильно назвать неделя была без симптоматики да и вот трактовать тоже можно по-разному это хаммер же писал да давай про это я вот ну тоже у себя отмечал про фазу восстановления еще еще там кое-что надо сказать хаммер же отмечал что важно очень разделять эти два момента отсутствие симптомов на препаратах симпатикотонических то есть когда вновь тело загоняют в фазу активной реакции да там к фазу или это действительно решился конфликт и все ушло и мы забываем что ну и человек во многом ждать то он не хочет да и опять же хочется скептически отнести упомянуть да там моменты когда люди допустим рассказывают про онкологию а примеры в себе про аллергию да там приводят это же ну так мошенничество в чистом виде ну в том плане что если у меня было 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 хроническое протекание какой-то программы то у меня накопилась масса конфликта у меня будет она обязана быть как я к ней отнесусь со страхом или без это первый момент второй момент насколько сильно она будет восприниматься мной как деструктивная или дискомфортная это второй момент третий момент как длительно она будет протекать в зависимости от внушений в зависимости от треков в зависимости от смены обстановки в зависимости от поддержки близких это все тоже мне надо понимать потому что иначе я если у меня боль возникает она держится там неделю я на стенку полезу просто потому что я автоматически свалюсь в реакцию биологическую ну напряжение хочу избавиться опять анализ уйдет поддерживать анализ анализ в этом состоянии очень тяжело поэтому Хаммер и опять же говорил про вот этот танец вокруг пациента он же как раз говорил о том что когда человеку станет плохо надо быть рядом в том смысле чтобы человек не пугался чтобы он не отключал анализ и там как раз не будет же изолированности в этом всем да будет это ощущение что я не один в этом что есть человек который меня понимает именно понимает ключевое понимает мое состояние что я чувствую что мне плохо там болезненные ощущения эмпатичность и что он на моей стороне и еще очень важный момент что я могу воспользоваться ресурсами этого человека потому что если мне человек говорит слушай все что я могу сделать это отвести тебя в больницу то я понимаю что он не на моей стороне да потому что мне это важно понять чувствовать что он понимает что мне плохо вот это очень важный момент вот этот это поддержка вне а здесь еще один момент который связан опять же психотерапии я почему говорю что иногда это играет злые шутки с клиентами ну и с пациентами если мы говорим про соматические какие-то моменты что терапевт говорит ну все вот там сессия 45 минут да я не понимаю что можно сделать за 45 минут за там пусть два часа и все и до следующей сессии не надо меня спрашивать я не на связи там я какие-то отсылки там еще что-то потому что в этот момент человек может делать себе самовнушение и придется с этой цепочкой разбираться дальше вместо того чтобы решать насущную проблему клиента а самовнушение это вот ну мой любимейший пример это вот эпилептические приступы там в моей практике там наверно 99 процентов это самовнушение потому что человек испытывает такое состояние и плюс окружение которое боится этого он автоматически попадает автоматически себе столько самовнушение делает как и операбельные какие-то вещи да там наркоз еще что-то ты хочешь не хочешь ты ты боишься ну то есть ты до какого-то в каком-то моменте якобы слетаешь с вот этого ровного курса либо страх появляется телесный страх и он запускает опять либо по новому дополнительные моменты я не могу я не могу допустим рукой подвигать что я буду думать ну я себе какое-то внушение скажу я что-то с чем-то свяжу внушение это же не делай так а внушение это вот это состояние связано с моей беспомощностью и каждый раз оно будет эту цепочку вот эту там двойную связку терапевтическую антитерапевтическую активировать да вот это на самом деле очень заколдованный круг я я шучу я как-то вконтакте написал на эту тему много лет назад еще лет 7 назад может о том что если у вас есть родные врачи то рано или поздно они станут соучастниками пособниками или там не помню какое третье слово в вашего вашей 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 смерти да там я не помню я как-то грубо там написал не грубо а жестко так написал что они в любом случае потому что они из своей парадигмы смотрят и пугаются и это это двойственность испуг окружения и испуг мой в большинстве случаев является очень сложно решаемой ловушкой потому что даже человек приходит в терапию и если здесь родные не не на стороне клиента то очень часто это заканчивается плохо у него начинается отек его везут и там с ним проводят опыты чаще всего неудачно вот это это сложный очень момент который понятно что мы сейчас с тобой говорим и кто-то смотрит ну нет есть же все хорошие все же всех хотят позиции я я за все хорошее против всего плохого она в жизни же не недееспособна да то есть я за все хорошее и ты за все хорошее и мы оба с тобой против всего плохого да только вопрос как мы действуем в экстренной ситуации это тоже тут же получается момент такой как раз таки про невербальную составляющую то есть когда да у меня страх и у другого человека страх он узнает что ему там плохо или мне плохо другой человек рядом он знает что вот это плохо это ведет еще к чему-то более плохому то есть будет считаться во-первых его состояние оно будет негативно подкреплять то что со мной действительно что-то ужасное плохое там страшное непонятное ну то есть такой пике будет собственно говоря да я здесь может быть чуть чуть опять про личный опыт скажу хотя не всегда ну вернее не сторонник такого личного опыта в обобщении но у меня была там ситуация определенная в прошлом году я попал в такую достаточно длительную фазу восстановления для меня она была ну во многом шоковая что я могу так так себя ощущать фигово да там в общепринятом каком-то смысле своем и там Надя я говорю я благодарен там вселенной не знаю кому богу там еще что то что мы с Надей в этом смысле единомышленники и на ГНМ смотрим там во многом одинаково ну понимаем о чем речь и вначале она там вот там это это и говорю мои мысли настолько там что меня вот этот даже простой вопрос выдернуть оттуда ах там хочешь есть или не хочешь есть там еще что-то он заставляет мобилизовать все остатки сил чтобы просто так позди о чем ты спросил я просил я там в некоторых моментах все вот мне нужно там пять часов ничего я сам подойду то есть я не сдохну здесь не переживая да не та симптоматика но это вот просто я вот так батарею головой плеником накрылся и просто сидел начали так это я завис в этот момент и друзья напишите кто завис кости на самом важном так понятно ну что кости сейчас вернется я вижу много вопросов мы на них ответим в скором времени конце эфир конечно же будет сохранен мы еще не все обсудили что вы планировали ну я думаю что пара минут если еще есть вопросы у вас то вы их пишите обязательно кости вернулся на самом интересном на самом интересном месте с полотенцем с батареей да с пледиком да батарея вот я прям любом в батарею упирался причем мы смеялись там же ну много моментов когда там просто можно выжимать подушку да там когда эти ночные поты или когда я сижу под пледом вот так у меня стоит ветерок под этот ну обогреватель там у меня градусов 45 и а мне холодно там меня надо набить там она такая типа здесь что-то ты пожелтел сегодня да там вот вернее изнутри будет просто хочется чтоб от тебя отстали но при этом обязательно кто-то был рядом чтобыünüz остаточнее и эти поддержки все то предлагали под предложений не надо просто знать что рядом есть кто то то вот это ощущение, для меня это было важно. И я хотел о чем сказать, что и от Нади потом эту обратную связь я получил, что очень самое тяжелое видеть, что человеку в родном фигово, очень фигово. Ты реально можешь только присутствовать. И это невыносимо в парадигме медицинской, потому что во-первых, там есть страхи, что это все начало-конца, а во-вторых, что тебе же хочется помочь, родному человеку, безусловно, хочется помочь. А все, что хочется изнутри, чтобы тебя не дергали, потому что все остатки внимания твоих на каком-то осмыслении происходящего, и даже самое минимальное внимание оттуда забрали, если тебе уже тяжело, тебе плохо. И это прям парадокс, парадоксов, который вот лично я там через свой опыт прошел и совсем по-другому стал смотреть на вот эти моменты, что во многом обесценивание или там смех, или соберись тряпка, они настолько деструктивны в этот момент могут быть. Пусти, все же нормально. Да, все же нормально, ничего. И это пройдет. Да. Вот. Так что это... Ну, кстати, подобное же было у меня по весне сейчас, когда у меня еще был синдром дополнительный, да, когда я был такой хорошо отекший. И это к чему? К тому, что мне тогда, ну, мы тогда с тобой общались, да, тогда хотелось, в принципе, все, окуклиться. Да. И вот какое-то время вот в этом окукливании побыть. Я замечал этот момент, когда работал с там почечными пациентами, вот с тяжелыми там, с диализными, этот, у меня была даже такая метафора объяснения происходящего, что они, ну, грубо говоря, из бабочки вновь в куколку превращаются. Вот на... Ты, грубо говоря, по этой эволюционной ступеньке опускаешься ниже и там ищешь способы выживания. Это такое забавное состояние, когда ты его пережил, но оно совсем не забавное в плане терапевтическом. Ну, такое, я понимаю, сколько там сложностей из него выходить. Потому что тебе, во-первых, куколке проще, чем бабочке. Вот. Во-вторых, у тебя ресурсы, ты скатываешься в психическое понимание происходящие ресурсы, считаешь ограниченными, делать ты ничего не можешь. Это очень забавно. Там никакого желания даже, нету что-то делать. И вот мы говорили же сейчас много про конфликты социальные. И вот там, в этом окукливании, назовем это таким словом, метафорой, там же социум, по сути, весь он так, все, всем до свидания. Я тут, меня не беспокоить. То есть там социум сразу же как бы отходит на второй план. То есть неактуально. А социум-то по отношению к тебе, если ты находишься в этой системе, остается активным. И вот это противоречие часто играет такие, ну, серьезные вещи. Что я еще хотел добавить к этому моменту, о том, что вот как раз в контексте того, что у меня происходило, да, из терапевтического опыта, что люди не готовы ждать. Да, то есть даже зная теорию, даже зная, какие-то, что процессы должны пройти вот так, и там будет сложность какая-то, еще что-то. Логика наша внутренняя взгляда на себя рассуждает, как вчера у меня не было, сегодня у меня что-то появилось, я хочу, чтобы завтра опять не было. То есть момент между не было и стало, он сокращается до ощущения, типа я вчера этого не ощущал, а сегодня ощущаю. А то, что я начал ощущать и перед этим там могло быть три месяца, полгода, год, что масса конфликтов все это время копилась, и она однозначно проявится в симптоматике, потому что симптоматика должна утилизировать эту массу конфликтов. Это тоже очень часто убегает из такого понимания, почему симптомы не уходят. Да, то есть я уже три раза был на терапии, а у меня опять. Да, тоже один из факторов, который может влиять. Ну, по сути, когда мы сами себе не даем возможность окуклиться, окуклиться нормально, в общем, побыть в этом и прожить это. Окуклить, прожить этот цикл, и, ну, на мой взгляд, это тоже определенную сложность представляет. и тогда можно добавить, знаешь, вот мы про это тоже с тобой как-то говорили, про то, про решение конфликтов, да, какое оно должно быть в плане биологическое. то есть, вот конкретно судором тогда, вот лично у меня решился вот наглядно, когда я снял гостиницу, и все, и у меня там все начало нормально, все, отек начался ходить, то есть, не когда я начал к чему-то по-другому относиться, к тому, что я там у друзей живу. Когда ты действие совершил, когда ты действие совершил. Это, кстати, важный момент, который тоже, вот, ну, я через практику для себя такую формулу, конечно, поддерживаю, о том, что недостаточно вот этого, я, у меня был там пациент некоторое время назад, и у него, ну, конфликт с супругой, и, ну, да, я все понял, мы не любим, ну, когда-нибудь там что-то, этот, да, и вот это все равно тягомотина, ну, что, я понимаю, что нет, человек меня не любит, но я никаких действий не совершаю, а решения нет, для психики это же нерешенный конфликт, и для биологии тем более, потому что остается человек, который на твою территорию захватывает, да, занял, а у тебя остается к нему претензия, и этот момент очень важный, у Хаммера была позиция биологического решения конфликта, то есть, дистанции, отсутствие повторений ситуации, там, уехать куда-нибудь, мы понимаем, что в психотерапевтическом плане, конечно же, изменить восприятие необходимо, ну, и, возможно, там, через гипноз, через практики терапевтические, но должен человек действия совершить, ну, по сути, эти практики, гипнозии, да, я знаю, что подъявил, и в гипнозии психотерапевтические, они помогают человеку это действие совершить по итогу, да, то есть, они должны стать вот этим спусковым крючком, да, для этих действий, иногда же он даже их осознает, да, он там, ну, по каким-то вот, почему психотерапия нужна, да, иногда я осознаю решение, просто я куча окружающих факторов, меня не устраивает это решение, да, это очень важный момент, но, если мы говорим, почему не решается, здесь вот все-таки, ну, почему симптоматика не уходит, да, я хочу в терапию хожу, а симптоматика не уходит, два момента, которые мне кажутся все-таки ключевыми, я хочу понять, я хочу, чтобы мне сделали вот это, ну, все-таки это инфантильная позиция, она во многом связана с невозможностью выпрыгнуть из этих симптомов, потому что, ну, как мне сделают, и я хочу понять, и типа, ну, мы с тобой как-то вот в прошлом, как в прошлых эфирах говорили как раз, я хочу понять, чтобы не делать, то есть, ну, типа, я понял, что это, значит, могу не делать. Ну, это по сути же как-то объяснение, да, то есть, я понимаю, но я понимаю это на уровне не поведенческом, а на уровне теории. А делать не делаю, а для, а здесь мы возвращаемся к пониманию биологического конфликта в том смысле, что конфликт, это невозможность удовлетворить потребность здесь и сейчас для физического тела. если я действия не совершаю, потребность не удовлетворится биологическая. И это вопрос, вот я тоже, я говорю, такие связки у меня все время, да, там, с тем же гипнозом, с тем же, там, психотерапией, психологией, еще что-то, что, там, про гипноз, когда мы говорили, да, что здоровое состояние это творческий поиск, и в этом плане психосоматика, она очень четко это показывает, нет поиска у человека, он пойдет по пути деградации, там, соматического здоровья, есть поиск, шансов гораздо больше. Шансов гораздо больше, да, к счастливой, продуктивной жизни. Но здесь же тоже важно понимать, что зачастую, вот опять же, по моему опыту, чаще всего, ну, не так, наверное, не чаще всего, но очень большое количество обращений связано уже с терминальными состояниями, когда человек химичил себя, резал, жил, терпел, еще что-то, и вот в последний раз, вот он, все, я решил, что мне нужен психолог, пошел, и что-то у меня симптом не уходит, да, я жил с этим всю свою жизнь, но что-то у меня после встречи с вами симптом не ушел. Такое тоже может быть, здесь об этом факте не нужно забывать, что есть ограничения у физического тела, но не резиновое в этом смысле. Ну да, но и тут, по сути, тогда вопрос про непонимание некое того, что происходит, и тогда это уже задача специалиста это все дело объяснить. Да, но здесь мы сталкиваемся с двумя противоречиями. Специалист должен знать, и я должен хотя бы основы знать, чтобы видеть, что специалист меня не за нос вводит, а мою задачу решает, потому что, ну, в смысле, со мной, но как бы конструктивно ведет терапевтический процесс, да, в том смысле, что вот эта двойственность, она здесь тоже проявляется, я опять вернусь, что стоит, если вы обращаетесь к специалисту по этой теории и самому эту теорию хоть как-то поизучать, потому что у меня шутка там родилась последняя, ну, не шутка, такое ощущение, опять, мироощущение, о том, что, я даже хотел, вот вопросы эти задаю там знакомым, с чем из того, как же он звучит так, насколько вы имеете понимание о том, чем вы пользуетесь, вот про электричество, не знаю, про воду, про воздух, про свое тело, насколько вы понимаете, потому что в голове у большинства есть связка, что если я пользуюсь, значит я понимаю, мы вообще там электричеством пользуемся, многие ли из нас понимают, я лично нет, да, то есть я про электричество, вообще ничего не знаю, для меня до сих пор это загадка, и я ответов не могу найти, поэтому здесь же важный момент, если я хочу излечиться, я должен начать понимать, я должен к этому погружаться, а если я остаюсь в парадигме, сделайте мне, дайте мне таблеточку, я вот с вами поговорю, у меня все пройдет, то это будет тоже приводить к тому, что симптомы не уходят, потому что и в картинке моей нет, и специалист мне не может это привнести, потому что он говорит на птичьем для меня языке. Ну, то есть, по сути, да, как, вот там, ты оперируешь понятием компьютера, а нет, и вот как мы будем говорить про компьютерные программы? Никак, компьютер это тоже, как, это второе за электричеством, чем я пользуюсь, ничего не понимаю. Кстати, тут еще такой момент, почему мы не обсудили, ну, понятно, там, треки-треки, да, и когда вот есть история, что я головой все понимаю, но это ни на что не влияет, или когда вот и решение есть, там, относиться по-другому, но это решение есть на уровне, скажем так, психическом только, но не на уровне биологическом, то есть не на уровне телесного принятия, скажем так, телесного отреагирования, то есть когда это действительно для меня правда, а не попытка, то есть когда такой так, за мной бежит медведь, я понимаю, что медведь вроде как не настоящий, мне нужно к этому медведю там подойти и сказать, я тебя не боюсь, да, но в моей, ну, мне сказали, что он не настоящий, но я на него смотрю и как-то мне кажется, что он настоящий, мне надо к нему подойти и сказать, что я его не боюсь, да, вот, наверное, такая метабра больше подходит тогда, ну, то есть, что страх в теле остается, остается вот это интересное напряжение. Я здесь, опять же, на свой опыт опираюсь. Я достаточно часто наблюдал такую ситуацию, когда человек говорит, Кость, что мне сделать, чтобы поправиться? Я говорю, там, ну вот, в моей картинке это вот так. Говорит, нет, это мне не подходит. Я готов там год на гречке сидеть, просыпаться в 5 утра или там в 3, ложиться даже готов пораньше, да, там, ну, чтобы в 5 утра просыпаться. Но вот изменить там что-то в плане действий, не, я не готов. То есть аскезу какую-то принять могу. Что-то сделать, вот, лишить себя чего-то могу. А вот поменять к чему-то отношение и начать совершать действия там из этой парадигмы не могу. И это очень большая засада человеческой психики, потому что животное же оно, почему мы говорим, что животное в этом смысле меньше болеет, да, но оно либо погибнет просто, если оно не решит задачу. Ты здесь? Ты меня слышишь? Ну, я слышу. Вот в том прошлом каком-то мировоззрении или еще что-то, что мне нужно себя наказать, чтобы вновь стать хорошим. То есть я могу себя чем-то, чего-то лишить, типа, тогда я выздоровлю. Это будет как наказание за какое-то... Но это отношение... То есть это парадигма такая, что мне надо себя наказать, и тогда там что-то будет мне по влажке. Да, здесь пока есть время, еще скажу. Вот эти два момента, они в терапии очень четко прослеживаются, что пока я не решил задачу, я плохой, а если я плохой, я должен себя наказать. И это одна цепочка деструктивная. А второй момент, что вот из воспитательных таких процессов следствия, что нас же в детстве как наказали, а потом простили. Да, и мы вновь стали хорошими. Да, приняли опять встаю после наказания. Вот чтобы вновь вернуться к нормальной жизни, мне нужно себя наказать. Я готов здесь, я говорю, аскезу терпеть, еще что-то, лишения, ограничения. Я готов встать в угол, чтобы меня... Потому что я много раз это встречал, особенно там с тяжелыми какими-то диагнозами. Человек приходит с одной мыслью, ну, вернее, с одной фразой. Я хочу, чтобы это просто прекратилось. То есть у меня одна мысль, как бы мне лечь спать, проснуться, чтобы этого не было. И вот это прям... Похоже на избегание. Ловушка-ловушка, да, психики. Я не хочу, не хочу думать. Я хочу ли из... ну, убрать мешающим. Тут, кстати, вопрос как раз по этой теме. Как быть, когда на уровне головы есть решение, а на уровне тела нет ощущения, что решение принято? Действия совершить. Я всегда вспоминаю в этом плане моего глубоко любимого Александра Николаевича Блинкова, о том, что он говорил, ведь неважно, вы подали заявление в ЗАГС. Ну, в смысле, пойдете вы дальше в ЗАГС или нет, да? Вы подаете заявление в ЗАГС, и там сразу все ваши страхи и вылезут. Вот. Также здесь вы сделаете действия. На самом деле, понятно, что здесь надо разделить два момента, когда человек в критическом состоянии уже обращается. И это сложная очень категория, когда там звонят, помогите моей маме, мы вот 10 лет там лечим онкологию, и сейчас вот уже все там сказали врачи, что осталось там совсем чуть-чуть, вот можете за любые деньги там еще что-то. Это одна категория и одна сложность. А второй момент, когда у человека еще нет критических состояний, но он уже там, есть диагноз, есть какие-то вопросы, ему надо что-то менять. И вот здесь уже, конечно, поведенческие вопросы могут быть определяющими. Начни менять. Есть у тебя время, есть ресурсы, есть возможности, есть время изучить. Начни менять. Не сиди. Это же и в терапии там проявляется, да, там человек учится, 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 но практиковать не начинает. Точно так же и здесь. Нет, я должен все источники прошерстить, и потом я начну меняться. Но ловушка этих рассуждений в очень простой вещи кроется. Психика ищет узнаваемость. То есть я ищу в этом потоке информации то, что я знаю, и то, что мне подходит. Повторяемость. Почему нам так сложно сделать выбор? Вот я на что-то обратил внимание, у меня появилось второе мнение. И мне сразу же надо третье мнение. Я не могу выбирать из двух. Я пойду искать третье мнение до той формулы, пока два не совпадет. То есть два против одного, я выберу это. Будет два на два, я не выберу, я пойду пятое искать мнение. И вот эта ловушка... Так слушай, интересно получается, что я же таким образом, по сути, мы игнорируем и телесные сигналы, и решения, принять решение. То есть мы продолжаем оставаться либо в затыкленной фазе восстановления, либо в активной фазе. Потому что мы игнорируем то, что происходит, мы ищем решение в другой плоскости. Да. И это момент, почему симптоматика не уходит. Тоже очень важно. Но я повторюсь, нам важно знать теорию для того, чтобы уметь идентифицировать то, что со мной происходит, корректно. Не из паники и не на чужое мнение опираясь, а опираясь на теоретические какие-то выкладки, подтвержденные практикой, чтобы я мог идентифицировать корректно. А это очень большой, большой сложностью представляется для человека. Вот прочитая книжку там «Наследие новой медицины» Хаммера, ты, если первый раз это сделаешь, ты половину отвергнешь, да не половину, 90%, ты скажешь, что за бред, я ни одной знакомой буквы не нашел, там еще что-то. А если есть осознание и действие, но фаза установления все равно не завершается? Ну, во-первых, надо посмотреть, какая симптоматика, во-вторых, если что-то не завершается больше полугода, а полгода, кстати, нормальная фаза, и здесь это еще одна ловушка, которая, ну, к сожалению, вот в упомянутой школе присутствует, и прочие моменты, Хаммер об этом писал, да, и я об этом говорю, допустим, на курсе, о том, что полное восстановление организма может полтора-два года занимать, на самом деле, в некоторых случаях, смотря, какая деструкция происходила и какой конфликт. Поэтому полгода бывает вполне себе нормальное проявление симптоматики, оно там может по угасающей бытом, но оно должно проходить, поэтому здесь важно очень от симптома идти, ну, и смотреть, что происходит, не пугаться. В некоторых случаях это вполне себе норм. А потом мы же знаем, допустим, диагноз коклюш, да, вот это раньше называли там 100-дневный кашель, 100-дневный, это 3,5 месяца. Мы сейчас знаем, там, опираясь на ГНМ, что это не страшно, не опасно, ничего, да, это вполне себе там фаза восстановления, да, там, но 100 дней ребенок кашляет. Посмотрел бы я на маму, которая спокойно к этому относится. Мало таких. И это тоже нужно знать. Поэтому, если вы решаете, понимаете, совершаете действие, но что-то не уходит, смотреть, как долго не уходит. Большая часть, конечно, за 3-4 месяца должна завершаться, даже, ну, достаточно таких серьезных вещей. я предлагаю тогда по вопросу пройтись, что-то у нас какое-то время еще есть. Давай, если нас отключат, мы вернемся сюда? Вернемся, вернемся. Да, все, тогда хорошо, я просто, чтобы понимать действие. Как жить и радоваться с температурой и слабостью? Мы вначале говорили про жить и радоваться. Как? Вот так, потому что жизнь же не заканчивается. Мы же радуемся не температуре и слабости, мы радуемся тому, что живы и способны. Здесь много ловушек. Я всех зову к себе в клуб, моя реклама не прекращается. Мы полтора года в клубе обсуждаем на территории счастья, как жить и радоваться, если какие-то нерешенные вопросы есть. О том, что дееспособность это главный наш ресурс. Дееспособность же сохраняется. Иногда она очень ограничена становится, но она в той мере, в которой она сохраняется, задача человека ее проявляет. Поэтому температура, слабость, дееспособность ограничена. Но можно сесть и сказать, пока я не буду абсолютно здоров, как в 20 лет, я ничего делать не буду. А можно делать в соответствии с реальностью. Поэтому это тоже разные взгляды и разные моменты. Жить и радоваться температура не мешает. Ну, там уже просто вопрос выбора каких-то конкретных действий исходя из заграничного функционала тела, например. Да, ну, понятно, что я говорю, есть сложные моменты, есть причем, ну, мне какие-то моменты даже сложно описывать, потому что собственного опыта нет, какое-то ограничение вообще полностью физическое, недееспособность, большая часть, да, там, парализация бывает или еще что-то. Но здесь же всегда комплекс о том, что если человек остается наедине с этим, вот я повторюсь, для меня огромное сознание дало вот проживание тех процессов в прошлом году, когда я понимаю, что я не хочу в контакт сейчас идти, но при этом мне жизненно необходимо ощущение, что со мной рядом любимый человек. И это, ну, опять же, там, в отношениях там многое изменилось после этого, потому что я знал, кто это такой, чтобы там какие-то претензии там в другой стороне там строить, там, в психологическом плане. Но это мои там изыскание. Но вот эта сложность, мне плохо, я не хочу на контакт, но при этом я, мне очень важна эта эмоциональная поддержка, но не дерганием, не тюканем, не заставлением тебя, а присутствием. Это очень животворяется. Но в большинстве случаев нам сложно выдержать этот нейтралитет, потому что, во-первых, у нас есть ответственность за родного человека, мы хотим, безусловно, ему помочь, как? Своей псевдоактивностью и суетой. Да, вот. Это такой важный момент. Так. И вот смотри, еще такой вопрос, комментарий, точнее, мне один из преподавателей ГНМ сказал, раз зависла фаза восстановления, значит, человек завис в состоянии, то есть, конфликт решился, решение еще не принято, до конца психика подвесла. Ну, это какая-то интерпретация ГНМ, потому что, если мы на аутентичность, там пытаемся сохранить теории, да, там понятно, конфликт либо решился, либо не решился. И если конфликт не решился, то могут быть треки, там, еще что-то. Но здесь важно разделить моменты, вот я повторюсь, мы иногда картинку видим неполную, и у нас бывает так, что один конфликт решился, он дает какую-то симптоматику, а мы из него обобщаем, что решились остальные конфликты. Это не так. Поэтому, если симптом не уходит, или там с новой силой проявляется периодически, да, и вы умеете идентифицировать, что это симптом, относящийся вот к этой программе, то там, скорее всего, конфликт не решен. И здесь же ловушка еще какая есть. Психика адаптивная штука. Мы можем долго в этом состоянии быть, и мы адаптируемся, мы большинство ситуаций знаем, как сгладить, условно говоря. И в этом смысле яркости конфликта, и, соответственно, яркости симптомов последующих не наблюдаем. Но конфликт остается активным. Ну, это, кстати, вот часто же бывает такой распространенный вопрос, что и в консультацию ходили, и отреагирование было, и эмоции были, новые было. А какой конфликт решали? То есть, решить этот конфликт могли, и все возможно, но просто могли решить не тот конфликт, который актуален был на момент обращения, который как раз-таки с той симптоматикой, которую хотели убрать. У меня Надя первое время, несколько лет назад, когда она в эту тему все погружалась, она говорит, как так? Вот человек приходит, говорит, да все, я уже с папой все решил. Я первый говорю, закрой глазки, там папа рядом. Она говорит, ну как так? Ну вроде же, ну человек говорит, что решил. И это, конечно, тоже один из элементов такой скрытых психозащит, вот, потому что куда от них деться? Психозащита механизм выживания. От них никуда, конечно. Никуда от них не деться. Просто видеть, где я защищаюсь, криво, а где я защищаюсь корректно, это тоже определенное искусство. И человеческое осознание себя, да, потому что ну это во многом личностные такие личностные характеристики становится. Давай я, может быть, такое, если у нас еще свое резюме, там вот, ну я те пункты, которые выписал для себя, да, почему вы пробуете решить конфликт, а симптоматика не уходит. Так, так, основной вопрос, насколько я помню, звучал, да, что я вроде решаю, решаю, делаю, делаю, а симптоматика не уходит. Первый момент, я повторюсь, мы часто не можем исключить, я про себя сейчас говорю, про свое видение этих процессов, мы часто не можем исключить из мировосприятия какие-то знания, подспудный страх, что там онкология это смертельное, там, или еще что-то, вот, вот эта туфта, которая вроде как, ну я столкнулся, я это наблюдал, кстати, в самом начале своей практики, когда терапевт вроде такой прокачанный, еще что-то, да, там все вот, я знаю, что это вот от этого, ребенок закашлял, зачихал, он ему антибиотики или еще что-нибудь, и я такой говорю, ты что делаешь-то, ну, это же мое, тут-то я могу вещать на публику, да, что угодно, а когда мое, вот оно вот такое, да, это вот первый момент, очень сложно убрать, и часто мы, понятно, не выводим их в осознание, эти страхи, да, там, это первый момент, не могу исключить, знание о чем-то из мировосприятия, и здесь, конечно, образование себя, повышение образованности собственной, не знаю, образованности ли, ну, да, наверное, в плане функционирования собственного тела, конечно, очень важный элемент, потому что в какой-то момент перевешивает вот это знание, что это не страшно, над каким-то автоматическим страхом, второй момент, не понятие, не поняли теорию, обращаясь к специалисту или сами, пытаясь разобраться, не поняли теорию, поняли только два момента, есть причина, есть фаза восстановления, и хочется, чтобы просто этого не было, типа, ну, я же теорию прочитал, я же книжку уже прочитал, я же, Костя, я же уже все прочитал, да, я просто хочу, чтобы это прекратилось у меня, вот это второй момент, не поняли теорию, что масса конфликтов, должна быть утилизирована, симптоматика какая-то может проявляться, она будет проявляться вот так, еще что-то, третий момент, отношение, как к медицине, к процессу психотерапевтическому, то есть, делайте мне, ну, то есть, мы же в медицину приходим, мы говорим, дайте мне таблетку, чтобы меня не болело, вразь говорит, на, если вот после этой таблетки надо вот эту таблетку, а после вот этой, вот эту, чтобы все зациклить, надо еще вот эти две большие, и тогда вы по этой цепочке ходите, ну, то есть, здесь симптом ушел, что-то еще, отношение, как к медицине, сделайте мне, вразь тоже не работающий фактор. Здесь, кстати, как раз этот момент же про поисковую активность, про творческий поиск, что сделайте мне, это отказ от поиска, это, это сильно ограниченная позиция в любом случае, да, что это не поиск, а это поиск совпадающего мнения, то есть, поиск узнаваемости, а не поиск нового. И творческая поисковая активность, она всегда новая еще. Это, кстати, друзья, то, для чего нужен гипноз. Да, это прям вот туда. Это прямо ко мне в июнь. К тебе в июне, да, у тебя первая ступень или вторая, или третья? А, ты повторяешь, да, 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 а сколько у тебя? 18 ступеней? Всего 9. Понял, ладно, хорошо. А возьмешь, что я сразу на 9? Удивление и замешательство, да? Это знаю, умею, проститую. Я на 17 сразу возьму. Спасибо. Мы с Надей тогда придем вдвоем. Супер. Хорошо. Следующий момент, это уже четвертый пункт у меня записан, не хотят ждать, да, ну, то есть, вот эта логика, что вчера не было, сегодня есть, значит, после терапии сразу должны исчезнуть. Касательно аллергии, такое может быть, да, касательно каких-то моментов, связанных с треками и завершенной ситуацией, но вот, там, повторением какого-то контекста, да, это может быть сразу, но в большинстве случаев симптоматика, где нету массы конфликта накопленной, которая должна быть утилизирована с явно выраженной симптоматикой, потому что здесь тоже важно понимать, часть симптоматики, которая происходит внутри, она не при, при непристальном наблюдении с собой вне нас проходит, она по ночам проявляется, она там проявляется в каких-то выделениях или даже там, ну, малозаметных, кстати, может быть, она четко заметная, но мало обращаемое внимание на нее, да, поэтому вот этот момент, не хотят ждать. Следующий момент, один из ключевых, психологизация процесса, то есть, пытаются решить психологический конфликт, затирая внимание биологический, и более того, часто в биологической реакции психологический конфликт не очевиден, да, то есть, а психологически всегда, ну, его можно выцепить, его взять, там, вызвать эмоцию, там всегда есть обреакция, там, еще какие-то моменты, катарсис, но к решению биологического конфликта это может ровным счетом отношения. И это, кстати, как раз таки важный момент, что наличие ярких эмоций в консультации не обязательно должно вести к решению биологического конфликта. И к избавлению от симптоматики, к решению биологического конфликта, может вообще, человек может, я говорю, здесь нюанс очень важный, о котором Хаммер писал, только человек может понимать, как он воспринял, какую конфликтную ситуацию, как он воспринял, что там было для него конфликтно. Со стороны это в большинстве случаев не очевидно, кроме единственного момента, по симптоматике, по тканям, можно тематику понять. И это с опытом приходит такой момент вычленения, как это могло быть. Но только человек может сам понять, был это конфликт или нет. Это очень важный момент. А в психологии, ну и достаточно часто встречающиеся в практике явления, когда «да, я знаю, это у тебя вот это». Да, даже не спрашивая Клэма, а что его слушать, что он расскажет. Я знаю за него. И там может быть такая история про то, что это вот это, потому что я бы это воспринял вот так. Да, потому что я бы, как терапевт, ну как человек, воспринял это вот так, значит, у тебя так. А у людей общее лишь одно, они все разные. Это, кстати, мне нравится, что у Хаммера же было, например, я его смутно помню, про сундук наследства, когда-то дядя умер. Да, да, да. Да, и там можно было подумать, что конфликт в том, что дядя умер, а конфликт был в том, что наследство распределили некорректно. Ну, по сути, да. Это вот, ну, для меня тоже, я когда первый раз читал этот пример, тоже, да, ну, как бы, такой европейский подход к тому, что наследство важнее человека, с одной стороны, для меня этот контекст так фонил на тот момент, вот, по своим причинам. А второй момент, что, да, то есть, сундук, на который я уже положил глаз, уже присвоил, а по наследственной этой записи он уходит другому человеку. Я лишаюсь того, что уже присвоил. И как это вот со стороны, да, будет? Ну, понятно же, понятно же, что это дядя умер, конечно, туда надо копать. Да, важно же, что дядя умер, это же утрата, да, там еще что-то. Вот. И под психологизацией, путание психологического конфликта и биологического конфликта, это, наверное, ну, по первости даже, ну, по рейтингу, это на первом месте, наверное, будет стоять. Следующий момент, самомнушение, треки, да, вот этот, здесь очень важно два момента. Я испугался и своей какой-то концепцией, своего мировоззрения, самовнушение сделал, то есть там же, ну, приступ или еще что-то, я в этот момент пугаюсь, это естественно, что-то я себе повнушал. Второй момент, внушение, связанное вот со всякими моментами анестезии или там, ну, обезболивания или наркоза, потому что, я сам был несколько раз в наркозе, я знаю, как это происходит, ты вроде пытаешься контролировать, а в какой-то момент контроль над телом исчезает, и ты понимаешь, что сейчас телом могут делать все, что угодно, ты же контекстную ситуацию же рисуешь, ты же не дома на кроватке, вот, и психика пугается в том плане, что, и потом ищет все, оно в этот момент начинает гипер, гипер, накручивается, объемно, синестетически все запоминать, то есть, все запоминает в этот момент, а как потом это трекует, ну, одному Богу известно. Там же, во-первых, такое восприятие очень обостренное, все, что говорят там анестезиологи, врачи, я же, не помню, все против меня, они же все, они же все на меня нападают, все против меня. Я же как-то проснулся во время наркоза, во время операции, когда они на глазу левом делали операцию, что-то было 18 лет назад, я же проснулся, и я понимаю, что я не могу ничем не пошевелить, ничего, то есть, я в теле, но я не управляю. А мне там что-то там вот шебуршат как-то, вот, и на следующий день я интересуюсь, ничего бы не хотели мне сказать, ну, естественно, врачи сказали, что все нормально, а мне сестра сказала, что, ну, анестезиологи просто пошли перекурить, вот, так что такое тоже бывает, да, но вроде там по ощущениям ничего такого не говорили, но просто сам момент, что ты в этой ситуации не контролируешь, и появляется какой-то прям животный страх, что что-то происходит, и я этим не управляю, вот это оно и это очень похоже, вот я говорю, на само внушение, там, связанное там с абсанцами, с эпиприступами, еще с чем-то, это же, это, ну, состояние, которое, из которого тяжело выпрыгнуть, но я же сам себе это описал, и я не вижу, не воспринимаю это как внушение, да, ну, то есть, ну, да, я просто описал ситуацию, которая происходит, она опасна, и привязал к ней, и привязал к ней, там, 10 тысяч факторов, вот этот момент, самовнушение, понятно, что внушение прямое от врачей, от персонала, от родных, и вот здесь выходит еще важный момент, внушение окружающих, их состояние в этот момент, их состояние паники, тоже может быть определенным треком, или внушением, это важно тоже помнить, следующий момент, это уже седьмой у меня будет, прямой обман, ну, или мошенничество, когда специалист выдает желаемое за действительное, когда я говорю, специалист воспринимает психотерапию как бизнес-модель, и ему важно, чтобы, во-первых, к нему ходили подольше, во-вторых, он сам может находиться в какой-нибудь миф о констелляции, и все описывать, язык без костей, то, что называют, да, все равно придет, да, то есть, это тоже важный момент, почему симптоматика не уходит, вас просто обманули, да, то есть, не о том вы беседовали, вот, его не надо, это, кстати, ну, смешно-смешно, но этот фактор не стоит списывать со счетов, я часто повторяю фразу, когда вы решили, что если человек вам что-то рассказывает, то он знает, вот, когда эта мысль вам пришла в голову, да, то есть, вот этот элемент критического отношения к тому, что говорят, тоже стоит сохранять, и, но не до защитного момента, но такой анализ, очень важный момент. Наступо-анализ присутствовал в этот момент, да, и был этот критический, этот критический фактор. И еще один момент, связанный вот, ну, с притеканием биологической программы, что это фаза восстановления, можно ничего не делать, или там нужно просто перетерпеть, в каких-то моментах, и достаточно часто, нужно действительно просто перетерпеть, это не исключительно, это не ложь, как таковая, нельзя ко всему относиться просто как, ну, да, просто нужно подождать. Потому что, если человек всю предыдущую цепочку не избавился от отношений, хочет, чтобы ему сделали, ничего не делает, хочет просто, чтобы это прошло, относится к себе, как, ну, как к вещи в том плане, что это просто биоробот, который ни на что не реагирует, не работает этот момент, и это важно. Прости, да, я все, собственно говоря, я перечислил свои пункты. Я хочу добавить вот это, как биоробот, что когда мы воспринимаем какие-то свои симптомы как поломку, то есть, по сути, как досадное недоразумение, которое нужно обязательно что-то с этим сделать. И здесь же очень, очень вот такой скорбский момент, все по-разному это воспринимают, кто-то воспринимает как наказание, да, кто-то как, там, провинность за что-то, кто-то как грех, там, искупление, или там, вот он же хороший человек, почему на него такая напасть, где он плохо сделал. Но в любом случае, это как поломка или воздействие извне. И это ловушкой во многих случаях является. Человек не готов испытывать дискомфорт и при этом к этому дискомфорту привязывать себя. То есть, это то, о чем мы много раз с тобой говорили. Психика решения не ищет, она ищет врага. И болезнь врага или причина. Да. Ну, это не я, не я, это мне вот так. И это тоже большой ловушкой является, конечно. Вот, наверное, вот такое резюме я бы подвел. Ну и хорошо. Мне кажется, хорошо мы поговорили, незаметно прошло почти полтора часа. Да, время с тобой летит обычно в эфирах быстро. Я благодарю тебя, что ты позвал на такую тему пообщаться, потому что она актуальна, остается, к сожалению. Хотелось бы, чтобы все решалось быстро. Но она была не актуальна уже. Да, на самом деле, хотелось бы, чтобы эта тема была не актуальна. То есть, ну, ты пришел или сам, или к специалисту и что-то поделал, у тебя все прошло. Очень бы хотелось. Но пока мы остаемся на на этой ступеньке. Будем надеяться, что наш эфир поможет свершиться задуманным. Это факт. Мы сейчас делаем вот так. Щелк пальцем, да, и все, что мы перечислили над вами, больше силы не имеет. Вы активны, сознательны, имеете способность к анализу, у вас есть время, ресурсы, и самое главное, дееспособность все это изменить. Я именно так, вас всех вижу. Все, Саш, я понимаю всех. Тебя благодарю, и я выключаю, чтобы ты эфир сохранял. Всем хорошее настроение. Все, пока-пока. Так, друзья мои, ну что, это был отличный эфир. Благодарим всех, кто присутствовал. Запись будет, эфир будет сохранен, поэтому скидывайте его всем, кому считаете это нужным и полезным. Всех был рад видеть, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok